О том, каким будет фестиваль «Форма жизни» в этом году, о том, какие работы представлены сегодня, мы поговорим с Марией Безенковой, программным директором фестиваля «Форма жизни». Мария, добрый день. Добрый день. Фестиваль, как я уже сказала, проходит не впервые, а во второй раз в нашем городе. Какие новые планы есть? Что ожидать от этого фестиваля? Мы очень рады уже второй раз приезжать на уже такую родную пермскую землю. И в этом году у нас с одной стороны все повторяется, у нас два конкурса, международный и национальный. Но с другой стороны мы сделали ставку на премьерные фильмы, и в рамках этих двух конкурсов у нас будет в общей сложности 9 российских премьер. Я рада, что даже учитывая сложную международную обстановку, нам удалось собрать очень репрезентативную подборку фильмов, посвященных действительно всем формам жизни на планете, которые рассказывают не только об экологии, как части окружающей среды, защиты окружающей среды, но и об экологии человеческой души, о том, каким образом взаимодействовать с природой, как ее сохранять, как ее беречь, или каким образом природа влияет на человеческий мир. Так что, наверное, уникальность второго фестиваля именно в премьерности и объемности тех показов, которые предлагает этот год. Возможно, вы заметили какие-то изменения с точки зрения, какие работы были представлены в прошлом году, и в этом, может быть, уникальность какая-то появилась или новая тематика? Основываясь на наших впечатлениях от зрительских реакций на первом фестивале, мы, конечно, постарались сделать этот год более зрелищным, более понятным городской публике. И поэтому, наверное, большая часть фильмов, она такая драматургически более отстроенная, интересная, может быть, в меньшей степени артхаусная, но именно интересная обычному зрителю. Какие планы есть о развитии, например, если говорить о фестивале? Будете ли вы представлять форму жизни в следующем году? Конечно, мы надеемся на то, что третий международный фестиваль «Форма жизни» пройдет в уже закрепленные августовские сроки в следующем году, в 2023-м. И я очень надеюсь, что мы будем расширять количество площадок и количество активностей, городских активностей в первую очередь и активностей по краю. Потому что нам кажется, что очень важно показывать подобного рода социально активное гражданско-ответственное кино именно на территории всего края. Мы активно привлекаем социальные кинотеатры, и в этом году все 93 площадки работают с нашим кинофестивалем. Но нам бы хотелось, конечно, привозить туда, на территорию краевых социальных кинозалов, представителей фильмов. Для этого, может быть, стоит немножко расширить фестиваль, увеличить его на один день, для того, чтобы у всех была возможность не просто показать свое кино, но и представить, напрямую поговорить с публикой. То есть можно сказать о том, что фестиваль действительно серьезно влияет на культурную сферу нашего города? Мне кажется, не только на культурную, но в первую очередь на такую городскую социальную среду. Потому что мы все с вами ходим по улицам города, замечаем, например, что на этих улицах купаются в лужах воробьи. Но когда приходит настоящий орнитолог Птицелов, герой нашего одноименного фильма, и рассказывает о том, каким образом эти птицы влияют на городскую среду, как их защищать, что их может травмировать или убивать, то человек не только смотрит кино, но также получает очень важную и нужную информацию, которая пригодится ему в жизни. Может быть, сделает его лучше или заставит задуматься о каких-то очень важных и таких тревожащих вещах. Продолжим разговор о фестивале «Форма жизни» с Анастасией Рыцыной, продюсером киностудии имени Горького. Анастасия, добрый день. Добрый день. Скажите, вы заметили, фестиваль проходит уже второй раз. Становится ли более актуальным, более популярным неигровое кино в нашем городе, ну и, соответственно, по всей стране? Ну, если говорить про ваш город, то здесь популярность документального кино вообще очень высокая благодаря фестивалям, известным таким как «Флэртианам». И здесь интерес всегда был, и поэтому второй фестиваль социальным значимым кино, который здесь появился, он, конечно, часть этой аудитории тоже в продолжение забрал. И, конечно, здесь высокий интерес, и он растет. И чем больше будет фестивалей и показов, конечно, тем интерес будет выше, потому что зрителей надо приучать к неигровому кино, надо приучать его ходить смотреть на большом экране, обсуждать с авторами. Вот это все как бы постепенно-постепенно, маленькими шагами все так и происходит. Какое место вообще наш город занимает в карте кинематографической всей страны? Ну, если говорить про неигровое кино, так как я на киностудии Горького занимаюсь документальными фильмами, то, конечно, Перми — это такой видный город на этой карте. Опять же, повторюсь, благодаря фестивалю, который здесь был, лабораториум документального кино, который здесь проходит, есть очень сильные режиссеры, которые отсюда здесь учились и сейчас работают в Москве, и в том числе тоже с киностудией Горького сотрудничают. Конечно, для документального кино это такое очень важное место, и, прежде всего, все авторы пытаются свой фильм, премьерный показ, конкурсный, попасть в конкурс именно вот здесь, в Перми. Здесь уже как бы такое место, куда вот есть привычка приезжать, показывать кино и его обсуждать. Плюс еще очень важный момент в том, что сам, естественно, сам край, само правительство, Министерство культуры Пермского края развивает кинематографию, вкладывает бюджеты и помогает реализовывать проекты, в том числе, наверное, вы знаете, что между киностудией Горького и правительством Пермского края существует соглашение о совместной работе, о производстве документального кино совместного. Мы уже один фильм успешно сделали, он прошел, фильм «Набережная» Наде Захаровой, который успешно прошел на многих фестивалях европейских и получил много призов, наград. И сейчас у нас на подходе второй фильм, который мы будем совместно делать. Это фильм про большой-большой фильм. В следующем году будет премьера про историю театра, Пермского театра оперы и балета. Мы сейчас готовимся к съемкам. Еще есть несколько проектов, о которых мы пока говорить не можем, но, в общем, тоже совместно с Перми. Конечно, то, что город и регион вкладываются в производство документального кино, конечно, делает его на карте нашей страны очень значимым для документалистов, потому что таких мест не так много.